В сегодняшнем уроке мы рассмотрим очень интересную и незаменимую тему в испанском языке. Это глагол SER против ESTAR, оба из которых важны для нас, чтобы мы хорошо изучили их использование и различия. Итак, давайте поговорим. Для нас уже известно, что глагол SER используется для описания объектов и их свойств. Также глагол SER выражает постоянное свойство объекта, не зависящие от внешних обстоятельств и присущие ему всегда. Из предыдущих видео мы знаем, что глагол SER употребляется на такие вопросы, как А глагол ESTAR используется для указания на местоположение, быть именно, находиться или располагаться. А также для выражения временных качеств. По примеру, фраза ESTAR ГОРДО, ESTAR ГОРДО, дословно переводится как БИТЬ ТОЛЬСТИМ, или на русском мы бы сказали ПОТОЛЬСТИТ. Также, например, ESTAR КОСТОСУ, быть ДОРОГИМ, или мы также могли бы сказать ПОТОРОЖАТ. Ну что, давайте теперь посмотрим разницу и отличие между этими глаголами. Используем SER для внешности и характерных чертов. ПОТОРОЖАТОВ, ПОР ЭХЕМПЛО, КАРЛОЗ, ИЗ АЛЕГРЕ. КАРЛОЗ, ВИЩЕЛЬ, КАРЛОЗ ИЗ АЛЕГРЕ. ПОР АЛЕГОЛ СТАР, ДЛЯ НАСТРАЕННИЕ и ДИКУШИСАСТРАЕННС ДАРОБИ. ПОР ЭХЕМПЛО, КАРЛОЗ, ИЗТА ТРИСТЕ. КАРЛОЗ ИЗТА ТРИСТЕ, КАРЛОЗ РАСТРАННИ. Он не всегда такой, он именно сейчас такой. У него такое настроение. Добавляем otro ejemplo. Глагол ser. Manuel es alto. Manuel es alto. Manuel es alto. Manuel es alto. Manuel está enfermo. Manuel es больn. Итак, в первом примере мы говорили, что Manuel es alto. Manuel es alto. Понятно, что мы описываем его внешность. А во втором, Manuel болеет. Он болен. Поэтому мы описываем именно состояние здоровое. Homo se continuar. Пользуем глагол ser. Для постоянных свойств и характеристик. Если относится к людей, то, например, национальность, религиозные избеждения и так далее. А если к объектам то, например, цвет, размер, форма и так далее. Пенелопе Круз. Пенелопе Круз. Пенелопе Круз. Hisпанка. Моя casa. Грис оскура. Моя casa. Грис оскура. Мой дом темно-серого света. Грис оскура. Грис оскура. Грис оскура. Чай халотный. В данном примере мы говорим о том, что чай находится в данном момент халотным. Возможно, он и остыл. Грис оскура. Видимо, ��у к примеру. Грис оскурс. Грис оскурс. Грис оскурс. Моя семьяенца не елитая. Грис оскурс. Грис оскурс. Грис оскурс. Грис оскурс. Тут понятно, что лёд всегда будет холодным, поэтому мы используем глагол «сэр» – постоянное свойство. Посмотрим ещё один отличие. Глаголь «сэр» используем для родственных и межличностных отношений. Алина – моя девушка. Патчо – мой папа. Мои друзья Алонсо и Андрес. Тут мы описываем и отношения. А глагол «эстар» используем для гражданское положение. Por ejemplo, «Estoy soltero». «Я холост». «Estoy prometido». «Я помолен». «Estoy casado». «Я женат». «Estoy divorciado». «Я разведён». Но запомните, что есть один исключение. Мы используем глагол «сэр» с блюдо. «Сой блюдо». «Я дванец». Это единственное исключение. Посмотрим ещё один отличие. Глагол «сэр» используем для где и когда происходят события. Por ejemplo, «La boda es el lunes». «Сватва в понедельник». «Мы больше обращаем внимание на события». «La boda». «La celebración es en mi casa». «La celebración es en mi casa». «Празднование будет у меня дома». «А глагол «стар» используем для местонахождение, расположение предмета или персона. Por ejemplo, la catedral está en el parque. «Собор находится в парке». Или «Mi casa está en el centro de la ciudad». «Mi casa está en el centro de la ciudad». «Мой дом находится в центре города». Еще один отличие – это «с цена». «Цер» используется для цены. Например, «¿Cuánto es?» Вот выражение, чтобы спросить «Сколько стоит?». «¿Cuánto es?» «Son 300 euros». Это 300 euros. «Son 100 dólares por el envío». «Стро долларов за доставку». «Стро долларов за доставку». «Мой спор синглэгол «Стар» «То ритлок сат цени» «Плюс притлок а». «Пор ejemplo, «А cuánto están los bananos?» «А cuánto están los bananos?» «Сколько стоит бананы?» «Стан» «Стар» «Стар» «А 5 euros el kilo». «Стар» «А 5 euros el kilo». «Пять euros за килограмм». «Стар» «Мы можем использовать «ес» либо «стар» для того, чтобы говорить о цене. Следующий пример. «El envío está a 100 dólares». «El envío está a 100 dólares». «Стоимость доставки составляет 100 долларов». «Отличие между ser и estar» всего лишь в использовании предлога «a». Вы можете использовать либо «ser», либо «star». Но будьте внимательны, что если вы используете «star», то обязательно добавляйте предлог «a». Нередко с одним и тем же предлогательным можно использовать оба глаголы. Но смысл будет разным. «Ser bueno» «Ser bueno» «Имеется в виду быть добрым». Вот данный пример мы использовали с глаголом «ser». А если употребляем «estar» – совсем другое значение. «Estar bueno» «Estar bueno» «Имеется в виду быть здоровым или вкусным». Давайте потренируемся. Сейчас ваша задача является выбрать правильный глагол «ser» или «estar». «Стой» или «сой» «диворциадо». И вот перед вами садача. Какие вам сказали, вам нужно выбрать либо «estar», либо «сер». Данном «пример» и есть «Стой» или «сой» «диворциадо». «Я разведен». Правильный ответ будет «естой» «Стой» «диворциадо». Поскольку мы говорим о гражданском положении. Это siguiente «este te» «es» или «esta» «caliente». Как вы думаете? Какой правильный ответ? Этот чай горячий. Правильный ответ будет «este te» «esta» «caliente». В данном приложении мы говорим о временных качествах, «эста» календарь, он сейчас такой. Донец-то, ¿Dónde es или está la fiesta? Где вечеринка? И правильный ответ будет «Dónde es la fiesta? Где вечеринка?». Мы именно обращаем больше внимания на феста, события. Не смотря на то, что у нас вопрос спрашивается «Гидия?», «Дónde?». Muy bien, vamos con el siguiente. «Qué guapa estás или eres?» con ese sombrero. «Какая ты красивая, вуэдрившляпе?». Как вы думаете, «эстас или эрэс?». Правильный ответ будет «Qué guapa estás?» con ese sombrero. То, что мы говорим в данный момент, возможно, некрасивая, без шляпы. «Эстас или эрэс?». «Тристе, Пако?». «Тиве грустна, Пако?». Правильный ответ будет «эстас тристе, Пако?». Мы выбрали «эстар», поскольку мы говорим про настроение. «Стой тристе». «Стой тристе, Пако?». Vamos con el siguiente. «Маньяна эс или эста?» «Ми кумплеанёс». «Савтра мой день рождения». Правильный ответ будет «Маньяна эс ми кумплеанёс», поскольку мы также говорим о событии. «Ми кумплеанёс», «Мой день рождения». И последний. «Карла эс или эста?» «Ми эрмана». «Карла моя сестра». Правильный ответ будет «Карла эс ми эрмана», поскольку мы говорим о отношениях с родственниками. «Мой бен, амигос». Я надеюсь, что у трассницы между «сер» и «стар» стало более понятны. Eso es todo por hoy. Hasta la próxima.